Привет спортсменам и болельщикам! Надеюсь, ваша спортивная неделя была насыщенной. Если же вы пропустили то или иное состязание, не знаете, какой был счет в матче любимой команды, вам сюда. Это программа «Дополнительное время». Еженедельный дайджест спортивных событий закрытого города. Готовы? Тогда на старт. Внимание, марш! На улице выпал первый снег, а значит пришло время говорить о лыжных гонках. Тренерский штаб сборной России опубликовал состав национальной команды на первый этап Кубка мира по лыжным гонкам, который пройдет в Финляндии 24 и 25 ноября. Выпускник Саровской из Дюшор Атом Артем Мальцев вошел в число семи россиян, который поборется за победу в спринтерской гонке. Из холодных снегов перенесемся в уютный крытный корт для бадминтона. Небезызвестный Павел Кудашкин и Екатерина Серова снова оказались среди победителей. 18 ноября в физкультурно-оздоровительном комплексе «Новое поколение» Нижнего Новгорода завершился всероссийские юношеские соревнования по бадминтону «Нижегородский валан». Павел Кудашкин занял второе место в мужском парном разряде и третье место в смешанном парном разряде. Екатерина Серова стала бронзовым призером в парном женском разряде. Еще немного о детском спорте. Теперь речь пойдет о плавании. 15 ноября в Балахне состоялось первенство Нижегородской области по плаванию среди юношей 2007 года рождения и девушек 2009. По традиции Саров представляли пловцы дюшикар. Анастасия Корнишина завоевала золото на дистанции 200 метров вольным стилем и 100 метров в комплексное плавание. Стала серебряным призером на дистанции 50 метров бутерфляем. Арина Детушева заняла третье место на дистанции 50 метров вольным стилем. Команда девочек стала бронзовым призером в комбинированной стафете 4 по 50. В общем командном зачете команда саровчан завоевала третье место и была награждена Кубком соревнований. 18 ноября в Саранске состоялся 25-й открытый Кубок России по плаванию в категории «Мастерс». В соревнованиях приняли участие 58 команд из России, Беларуси, Чехии. Саров на турнире представляли спортсмены клуба спортивного плавания «Атом», которые завоевали 15 медалей в личном первенстве и 2 медали в эстафетном плавании. Великолепный результат. У тренера-преподавателя Виктора Шлипугина всегда найдется воспитанник, который вернулся в соревнования и привез медаль или кубок. В этот раз таким стал Василий Поздяев. Три турнира, три победы. За месяц воспитанник Дюшикар Василий Поздяев успел побывать сразу на трех серьезных турнирах. Сначала спортсмен одержал победу на международной матчевой встрече сборных Нижегородской области и Беларуси. Не успев поставить награду на чемпионскую полку, молодой человек вновь отправился покорять вершины спортивного Олимпа. На этот раз в Нижний Новгород на турнир Бориса Корнилова, где молодой человек стал первым в своей весовой категории. Чтобы быть первым, нужно выходить, доказывать то, что ты лидер. Ты должен, во-первых, знать внутри себя то, что ты лидер. И ты выходишь, ты просто это доказываешь. Кровью, слезами, потом, неважно чем. В боксе ничто не должно влиять на ринг. То есть внешние факторы – это твоя семья, твое эмоциональное состояние. Хоть у тебя депрессия, хоть что, ты должен приходить на тренировку, ты должен выходить на ринг и драться. Третьим для Василия Поздяева стал турнир заслуженного мастера спорта Василия Кудрявцева в Иванове. На соревнования съехали спортсмены со всей страны и ближнего зарубежья. Василий Поздяев стал чемпионом и привез домой не только кубок, но и звание кандидата в мастера спорта. Еще два воспитанника Дюшикар Илья Анучин и Максим Житков стали обладателями серебряной и бронзовой медалей. Турнир хороший, он известен в России. Приехали четыре команды даже из-за рубежа. И с Россией тоже такое представительство было солидное. Ребята выступили, считаю, достойно. Все ребята на этом турнире провели международные встречи. Это впервые у них в карьере. В скором времени спортсмены вновь отправятся на очередные соревнования, где им предстоит продемонстрировать свои отработанные навыки и технику, а также достойно проявить себя на ринге. Следующее известие, ну не совсем про спортивные достижения, но все же. Уже не первый год в Сарове ходит разговор о том, что пора бы что-то сделать со всеми любимой лыжной базой. Ну не в смысле ликвидировать, а в смысле сделать ее современной и функциональной. Видимо, дело наконец сдвинулось с мертвой точки, и все подробности ударит Спарыгиной. Металлические трибуны советских времен обветшал и судейский домик, и спортивные снаряды. Лыжная база – одно из самых популярных мест проведения массовых городских праздников и соревнований. Пришла пора привести эту территорию в соответствии с современными тенденциями активного отдыха. Реконструкция лыжной базы, как и не только самой лыжной базы, а всей территории, прилегающей к лыжной базе, назрела уже давно, так как мы знаем, что лыжная база пользуется довольно большой популярностью жителей нашего города не только в зимний период, но и в летний период также. В планах благоустроить 31 гектар земли, появится спортивная площадка для пляжного волейбола, новое футбольное поле, реконструируется зона памп-трека, которая подойдет как для взрослых, так и для маленьких велосипедистов. Проектом благоустройства «Все» пространство лыжной базы будет поделено на несколько зон. Это зона стартового городка, зона пантрека, зона отдыха, детско-игровая зона, спортивная зона, то есть достаточно широкий комплекс тех зон, которые мы готовы предложить нашим жителям. Реконструкция лыжной базы не затронет лыжероллерную трассу и лыжню и никак не повлияет на тренировочный процесс воспитанников спортивной школы. На базе с Дюшоратом занимаются 12 учебных групп. Это порядка 147 воспитанников. Спортсменам и тренерам сегодня приходится уютиться в маленьком двухэтажном здании. Речь о его расширении ходит уже давно. Есть даже проект реконструкции, реализовать который планируют в 2020-2021 годах. На сегодняшний день здание лыжной базы не вмещает того количества людей, которые к нам приходят. Конечно, здание маленькое и, конечно, требует, чтобы немножко его также реконструировать. Разработка проектно-сметной документации по реконструкции территории лыжной базы завершится уже в середине декабря. А сами работы по благоустройству должны закончить уже в мае будущего года. Команда Игоря Веркина начала очередной выезд в рамках ВХЛ Кубка Шелкового Пути с чистой победы. 19 ноября саровские профессионалы провели гостевой поединок в Пензе против местного Дизеля. В первые 20 минутки наши хоккеисты подбирали ключи к обороне соперника. Во втором периоде сумели распечатать ворота противника, грамотно использовать численное преимущество. И следом отправили еще одну шайбу. Окончательный счет был установлен в третьем периоде, когда хозяева льда пропустили третий гол. Хоккейная команда Саров Инвест провела свой первый домашний матч в рамках высшей лиги Нижегородской области. Встреча получилась яркая, насыщенная и победная для нашей команды. Все подробности у Ирины Вышегородцевой. Возвращение в высшей лигу области – важнейшее событие для саровского хоккея. К нему спортсмены шли долгих 8 лет. 7 лет в нашем городе вообще не было любительской команды. Год назад, благодаря поддержке компании Саров Инвест, саровчане не просто вернулись, ворвались в региональный хоккей, став чемпионами первой лиги. И вот, наконец, первый домашний матч в высшей лиге. Сегодня мы начинаем серию домашних игр высшей лиги Нижегородской области. Я рад, что наша команда вернулась на заслуженное место в своем чемпионате после длительного перерыва. Игрокам я хочу пожелать, пусть победит сильнейший, а зрителям – красивой игры и ярких эмоций. С первых минут матча Саров Инвест заявила себе, как и серьезном сопернике, распечатав ворота павловцев. Гости не растерялись и ответили шайбой. Первый период закончился в ничью. Впрочем, уже во втором саровчане доказали свое превосходство. Нашим спортсменам удалось отправить в ворота соперника сразу шесть шайб, пропустив свои всего лишь две. На перерыв команды ушли со счетом 7-3. Нормально играть, лучше во много раз, чем вот эти ребята с Павловой. Ну а что там, их вообще-то меньше, чем наши. И наши пошустрее. Ну, я думаю, еще шайбы-то будут. Хорошая игра, ребята молодцы наши. Заметно намного сильнее играют, чем Павлов. Для города хороший, как и хоккей показывают. В третьем периоде саровчане продолжили атаки на ворота соперника. На первых минутах отправили очередную шайбу, а после и еще одну. На протяжении всего периода павловцы вели активную игру и не раз близко подходили к нашим воротам. Но отыграться и вырвать победу у саровчан им так и не удалось. Итог матча – 9-5. У вас хорошая команда, быстрая команда. Понравилось. Ну, хотелось бы лучше. Но, в общем-то, для сегодняшней игры этот результат вполне устраивает. То есть мы особо ни на что не надеялись. Статус лиги в этом году выше. Но цели перед собой команда ставит все те же. Радовать болельщиков яркой игрой и, конечно же, привести в саров кубок. Войти в тройку, в призеры – это минимум задачи стоит. Максимум – выиграть чемпионат. Следующую игру хоккеисты проведут на выезде 24 ноября в Кстово. Хотите быть в курсе всех наших новостей, первым узнавать самую актуальную информацию или быть героем наших сюжетов и программ? Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм и Одноклассники. Всем побед! Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова